Множество молодых людей, дежурный автомобиль скорой помощи и обязательный контроль документов на входе в Брестский государственный технический университет – все это свидетельствует о старте централизованного тестирования. В первый день именно здесь ожидают 711 человек, которые зарегистрировались на вступительное испытание. За моей спиной пребывают все новые и новые, желающие попасть на централизованное тестирование по белорусскому языку. Ребята, подкованные теоретически и готовы морально, остается пожелать им только удачи. Абитуриенты настроены решительно, позитивно и, несмотря ни на что, не теряют самообладание. Я буду полагаться на свою интуицию и сердце. Нам сказали выспаться, но я как-то проигнорировала это пожелание. На самом деле мы были морально готовы уже с 10 класса. Очень надеюсь на огромную-огромную удачу, что знания, конечно, тоже, но удача – это прежде всего. Они оптимисты и уверены в знаниях, но тестирование – дело не шуточное и требует соблюдения всех формальностей. Обязательные атрибуты – паспорт, пропуск, который был получен при регистрации, а также черные гелевые ручки. А вот мобильные телефоны, личные вещи и любая электроника остается на входе. За этим тщательно следят волонтеры и комиссия по контролю вступительных испытаний. Пристальное внимание будет уделяться порядку прохождения абитуриентов по документам. В первую очередь это, безусловно, паспорт, пропускной системе в аудитории, порядку вскрытия конвертов. Ну и, конечно же, не без этого, это доброжелательная атмосфера организаторов, наших ответственных организаторов непосредственно в аудитории при проведении тестирования. Будем смотреть в том числе обязательно наличие антисептических средств, масок, вода питьевая, безусловно, должна быть в аудиториях. Ну и пожелаем, наверное, всем абитуриентам, безусловно, удачи и успехов. Рассадка осуществляется согласно талону, который абитуриент вытягивает на входе в аудиторию. Возможность списать исключается, а потому каждое место счастливое. Главное – уметь сосредоточиться. Сегодня наши абитуриенты сдают белорусский язык. Всего по области у нас пошло регистрацию около 4 тысяч желающих пройти белорусский язык. Соответственно, в общем-то, достаточно волнительное событие. Опять же, абитуриентам советую не волноваться. Результаты, как правило, через 10-14 дней. То есть, соответственно, результат можно узнать будет на сайте Республиканского института контроля знаний, либо по СМС-запросу. Ну и, соответственно, опять же, сертификаты будут выдаваться по всей стране с 16 июля.